Противопухоли лекарственной терапии больных рака молочной железы с метастатическим поражением головного мозга. Уважаемый Алексей Юрьевич, уважаемые коллеги. Актуальность этой проблемы не вызывает сомнений. Это связано с повышением роли МРТ в диагностике частоты поражения выявляемости головного мозга метастазов, увеличение продолжительности жизни больных и скрининг опухолевого поражения, потому что многие пациенты, в частности, больные рака молочной железы, включаются в исследование с изучением новых противопухолевых препаратов. Рак молочной железы находится на втором месте после рака легкого по частоте поражения головного мозга примерно 15%. И если взять биологические характеристики опухоли, намного выше частота поражения мозга при гиперэкспрессии ХР2 до 43% и остальным негативным раком, особенно БРС1-2 ассоциирован до 346%. Как известно, локальная терапия, это нейрохирургия, лучевая терапия и радиохирургия являются стандартом во всем мире в отношении первого лечения этих пациентов. И роль системной терапии, к сожалению, до сих пор еще до конца не изучена, так как нет лекарственных препаратов с показанием, зарегистрированным показанием по поражению головного мозга. Что касается лучевой терапии на весь головной мозг, такие данные есть, ретроспективные данные. И лучевая терапия только до 4-6 месяцев продлевает жизнь этих пациентов, в частности при раке молочной железы. Полная регрессия бывает около 10-20% больных, в основном частичной регрессии. И в основном чаще всего процентов 80% больных и больше погибают от прогрессивной болезни экстракраниально. Что касается эволюции лекарственной терапии, ранее до 80-х годов прошлого столетия она антропатически не применялась. Потом были попытки использования нейтрозпроизводных, но, к сожалению, без особого эффекта. Только умеренный эффект у больных меланомой. Далее наступила эра темазоламида в начале 21 века, который по всем местам изучался. И сам по себе и с лучевой терапией при поражении головного мозга, независимо от гистологии опухоли, но тоже выживаемость не удалось увеличить из пациентов. Только локальный контроль в сочетании с лучевой терапией был на 20-30% лучше. И в последние годы лекарственная терапия все-таки стала стандартом в зависимости от морфологии и биоархических свойств перечной опухоли. У нас в Монку-центре есть опыт лечения более 200 пациентов раком молочной железы с поражением головного мозга. Что касается темазоламида, мы имеем опыт лечения 28 больных. Из них 20 пациентов имели методосазы в других органах. И, как видно на этом слайде, медиана времени до прогрессирования составила 3 места. В основном как раз за счет того, что больные прогрессировали экстракраниально. Хотя в самом головном мозге темазоламида в случае терапии высокий процент, 75% частичных и полных регрессий. Но больные, к сожалению, быстро переходили на другие схемы лечения. Медианная выживаемость была менее одного года. Поэтому, как я сказал, темазоламид в частности у больных раком молочной железы мы сейчас тоже не используем, как и в других странах мира. Антрациклины – это наша группа исторического контроля. Ранее пациенты – это была стандартная схема лечения в первой линии схемы КАФ, АЦ. И даже эта схема химиотерапии, которая оказалась уже устаревшая, до 60% полных частических регрессий в головном мозге, хотя медиана выживаемости, опять же, около одного года. И в основном больные, опять же, погибали после того, как проводилась лучевая терапия, еще дополнительно на весь головной мозг, они погибали от прогрессивной болезни экстракраниально. В последнее время мы активно изучали капсистабин при поражении головного мозга. У нас защищалось выделение кандидатской диссертации на эту тему. Капсистабин с лучевой терапией на первом этапе речения, или вначале, допустим, капсистабин, потом уже в лучевой терапии, или одна в лучевой терапии – это исторический контроль. И у нас получилось, что объективные ответы отмечались и при монотерапии капсистабином 46% регрессии, однако наиболее лучший результат отмечался при комбинированном лечении капсистабин плюс лучевая терапия – 77% полных частичных регрессий. И таким образом получилось, что время до прогрессирования несколько лучше в группе капсистабин плюс лучевая терапия в сравнении с осоченной лучевой терапией и одной лучевой терапией, достоверное различие статически значимой в сравнении с лучевой терапией – одной. И общая выживаемость также. Наиболее в группе капсистабин плюс лучевая терапия – 22 месяца. Это примерно в 3 раза, чем группа с лучевой терапией. Там только 7 месяцев, если только одна лучевая терапия, применялась у больных диссимилированным раком молочной железы. Другой вариант лечения – это больные, которые получали уже 3-4 линии химиотерапии, плохой прогноз, получали большинство 80% в раннюю уже лучевой терапию на весь головной мозг и тройной негативный рак. Это наиболее неблагоприятная группа с плохим прогнозом. Здесь мы использовали химиотерапию с производными платинами, гемцитабин с палатином. И удалось достичь более 50% полных частичных регрессий в головном мозге, медианной выживаемости даже в этой очень плохой группе прогностически 10 месяцев. Обычно такие пациенты живут не более 3-4 месяцев по зарубежным данным. И таким образом, что мы можем таким больным рекомендовать? Схер негативный брак молочной железы. Это капитетабин в случае лучевой терапии. В случае, особенно если больные получали раньше атроциклины и токсаны, в том случае капитетабин и так является стандартом лечения, как третья линия химиотерапии. Или ранее приличным, тяжелоприличным больным после лучевой терапии, 3-4 линии химиотерапии, гемцитабин с палатином, по нашим данным, оказался наиболее эффективен. Сейчас вот в США и других странах изучается новый препарат ING-1005. Препарат показал очень интересные данные. У него способность проникать через гематоэнцефалический барьер. И он особенно показал высокую эффективность при поражении болотчик головного мозга, спинного мозга. В этом случае гематоэнцефалический барьер имеет значение, особенно концентрация препарата спинно-мозговой жидкости. И это перспективно на будущее исследование и за рубежом, и в нашей стране. Это у последнего конгресса АСКО. Что касается херпозитивных больных раком молочной железы. Это наиболее благоприятная группа. Здесь уже большой выбор препаратов. 5 лекарств сейчас за рубежом зарегистрированы. В нашей стране пока только 4 препарата. Плеча ТДМ1 и пертузумаб. И мы можем в таком случае уже выбирать разные варианты лечения. Либо продолжать таргенотерапию, скажем, герцептином, плюс вокальный контроль головного мозга, вочевая терапия или радиохирургия, если тем более экстракраниально сохраняется эффект лечения. Либо поменять лекарства на другой, препарат другого поколения. Или, допустим, ТДМ1. Мы изучали в онкоцентре капсисабин с вопотенибом и капсисабин с трассузумабом. Часть больных получала в том числе и вочевую терапию на весь головной мозг. Меньшая группа – это в группе капсисабин вопотениб. Там только 10 больных из 30 получало вочевую терапию на первом этапе лечения. И получили такие данные. 53% регрессии в группе капсисабин плюс вопотениб и такая же эффективность в группе герцептин плюс капсисабин. И также примерно одинаковые данные по вендианной выживаемости. Примерно 1,5 года, 15 месяцев в группе с трассузумабом, 17,5 месяцев в группе с вопотенибом. Однако особый интерес вызывает группа, которая не получала вочевую терапию на первом этапе, 20 больных – это группа вопотениб-капсисабин. И в этом случае даже без вочевую терапию удалось достичь 50% полных частических регрессий в головном мозге. И время для прогрессивной болезни составило 9,5 месяцев. То есть таким больным, учитывая, что у них длительная выживаемость, можно вочевую терапию откладывать, разумеется, при тщательном контроле каждые 2 месяца под контролем МРТ. Таким образом, мы можем таким пациентам с херопозитивным раком либо продолжать терапию трассузумабом в существовании с химиотерапией, сменой режима химиотерапии и вочевую терапию на весь головной мозг по зарубежным данным до 26 месяцев медиальной выживаемости. Либо капсисабин плюс вопотениб. Наши данные 50% из 1,5 года. И зарубежные данные также примерно 1,5 года. И эффект 66% без вочевой терапии. Либо мы можем добавлять еще двойная таргетная терапия. Вопотениб плюс трассузумаб. По зарубежным данным более 30 месяцев медиальной выживаемости в отдельных публикациях. У нас пока небольшая группа, 10 больных, 8 полных и частичных регрессий. И время до прогрессивания 13 месяцев. Другие новые лекарства, пертузумаб сейчас, он тоже вошел в стандарты лечения и в нашей стране в том числе. К сожалению, при больных раком малышей жизни с метазазами в мозге, он не показал достоверного лечения в этой группе в отношении медиальной выживаемости. 26-34 месяца, но статистически значимые различия не достигнуты. Только в группе без метазазов в мозге примерно 16 месяцев выигрыш и значимые. Другое лекарство, ТДМ-1, оно показало достоверное лечение медиальной выживаемости. Но это были больные, которые включались в исследование. То есть это были контролируемые метазазы в головном мозге, у которых проводилась и вочевая терапия на первом этапе, и радиохирургия. То есть в случае прогрессирования болезни, как видно на трансфландии, время до прогрессирования было одинаковое в этих двух подгруппах. Примерно 6 месяцев и 22 и 16%. Здесь разница бы не была достоверно значимой. Поэтому ТДМ-1 имеет значение именно при вестеральных метазазах в других органах, скажем, в печени, в костях, в легких. А когда изолированы поражения мозга, здесь можно использовать схему капсистабин в апатинеп. Вот есть показаны данные, что ТДМ-1 сам по себе тоже может работать у больных без лучевой терапии. Это вот они пока небольшие группы, в Австрии, Германии такие исследования проводились. В итоге, значит, что мы можем сказать? Если взять старую шкафу прогноза РПИ, то больные живут в 4 места. С метазазами других органах, наиболее частая группа 66% больных. Что касается больных, херпозитивно браком малышей железы. Вот даже если взять группу больных метазазами в печени, в костях, но если у них херпозитивный рак и эстроген-позитивный опухоль, по классу РПИ прогноз только 4 места. Однако по новым данным, учитывая и эстроген-позитивный статус, херпозитивный и число метазазов в мозге, прогноз уже 25 мест. То есть большая разница, если мы учитываем биологические характеристики опухоли. Поэтому хотелось бы все-таки сказать в конце, что выбор лекарственных препаратов опять же должен определяться именно биологическими характеристиками первичной опухоли. И в случае, если мы все-таки выполняем по показаниям, если симптомный метазаз в мозге, если жизненно угрожающая ситуация удаляется метазаз из мозга, нужно проводить гистологическое исследование опухоли и сравнивать его по биологическим характеристикам с керричной опухолью. Иногда бывает различие, особенно эстроген-позитивном статусе. И в случае, если херпозитивная опухоль, рак малышей железы, мы можем на первом этапе лечения начинать лечение с лекарственной терапией, особенно у больных с бессимптомными метазазами. По зарубежным данным 66% эффектов без лучшей терапии, по нашим данным 50%. Ну и, разумеется, необходимо новое крупное рандомизированное исследование, где бы больных не исключали, а именно включали в изучение новых цитостатиков, таргетных препаратов и иммунопрепаратов, в том числе при поражении головного мозга. Благодарю за внимание.